В Российско-Армянском университете с 29 по 30 апреля состоялась международная научная конференция на тему «Экономика России и Армении в условиях новой реальности. Вызовы и перспективы». Мероприятие, к которому мы готовились давно, и есть ретроспектива, с чего все начиналось. Мы сегодня отмечали десятилетие со дня создания Института экономики и бизнеса Российско-Армянского университета. Буквально после глобальной финансовой и экономической катастрофы, большого кризиса 2008-2009 годов и в 2009 году к нам приехали представители, ведущие российской экономической науки. В том числе был нашим почетным, уважаемым гостем, член-корреспондент Российской Академии наук Сорокин Дмитрий Евгеньевич. Мы с ним, собственно говоря, уже в те годы, в 2009 году подружились. Вместе работали над программами, над разработкой антикризисной политики, как для России, так и для Армении, и в целом для региона, для евразийской экономической интеграции и так далее. За все эти годы нами были проведены десятки очень крупных, достаточно глубоких, интересных экономических исследований. За эти годы нами были созданы диссертационные советы, в частности, по защите кандидатских и докторских диссертаций в рамках ВАГ Российской Федерации. Впоследствии мы создали совет в рамках ВАГ Республики Армения, привлекли лучших ведущих экономистов Российской Федерации по всем направлениям, по трем направлениям специализации экономической науки. И, собственно говоря, вот все эти люди, это члены-корреспонденты Академии наук Российской Федерации, это доктора, профессора, представители самых ведущих научных и исследовательских образовательных учреждений России. И нам удалось, собственно говоря, наладить вот такую совместную научную и образовательную жизнь. Мы за эти годы уже имеем большой результат, не только научный, но и в области подготовки новых кадров, значит, молодых экономистов, ученых. Очень многое было сделано. И, как обычно бывает, в результате мы приобрели самое ценное, приобрели дружбу. Дружеские отношения, даже в какой-то мере можно назвать их семейными, потому что та теплота, то качество общения, та глубина взаимоотношений, взаимодействия, потому что мы работаем уже вот все эти годы, как я уже назвал, практически 13 совместных лет совместной деятельности. И до того, конечно, у нас были активные связи, контакты, но вот эти 13 лет я бы назвал уже как бы единением. Наш любимый Сорокин Дмитрий Евгеньевич, он все эти годы являлся председателем государственной аттестационной комиссии периодически у бакалавров и у магистров экономического направления. Мы с ним вместе делали соответствующие исследования в рамках различных проектов. Мы вместе готовили, значит, большие проекты, большие масштабные программы. Вот когда мы готовились к десятилетию института, думали, значит, как-то вот отметить все-таки по-научному, да, не как там банально, а именно организовать какое-нибудь такое существенное мероприятие. К сожалению, получилось так, что мы в прошлом году потеряли Дмитрия Евгеньевича. К сожалению, он рано ушел из жизни, осталось очень много недоделанного. Но он оставил нам большую команду, ну, таких вот, как я выше уже упомянул, своих, да, людей, людей высокопрофессиональных, людей таких настоящих. Они уже давно вовлеклись во все эти наши взаимные формы, значит, сотрудничества. Они остались с нами уже, я уверен, навсегда. И мы вместе с ними вот обсудили и решили к этому дню приурочить еще и открытие аудитории, специальной аудитории имени члена-корреспондента Российской Академии Наук, почетного профессора Российско-Армянского университета Сорокина Дмитрия Евгеньевича. 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 Это человек очень глубокой эрудиции, человек очень высоких профессиональных стандартов, человеческого калибра. Мы потеряли большого друга. Более того, мы потеряли русского друга. И как-то сразу у нас возникло это желание каким-то образом увековечить его здесь, в землях университета, в котором он всегда был желанным хозяином, даже не гостем, потому что он один из нас. Мы всегда его ждали, всегда ожидали. Отсюда было до нас каким-то таким даже человеческим, возвышенным событием его приезда. Поэтому я сейчас смотрю на него и на фотографию, и мне не кажется, что его нет. Мне кажется, что он есть, и он с нами, и он рядом. Должен вам сказать, что для университета это добрая традиция такая, всегда вспоминать, возвышать друзей, людей, которые и для нас, и для науки, и в числе человеческом плане сыграли большую роль. По сознанию и наушной действительности. Я знаю его выдающийся вклад в финансовом университете при правительстве России. Я знаю, каким огромным авторитетом и чисто человеческой и профессиональной любовью он пользовался. Я думаю, что в аудитории этой мы будем иметь стандарт профессиональный вкус. Для нас это очень важно. Каждый из нас, кто с ним работал, кто жил, он остается вместе с Дмитрием Евгеньевичем навсегда, потому что это был уникальнейший человек. Он был настоящий. Самое главное. Он был настоящий. То есть, он жил, как положено жить, настоящему русскому интеллигенту. Поэтому спасибо Дмитрию Евгеньевичу. Спасибо всем, кто вложил труд и энергию в создание вот этого. Это же не аудитория, это целый центр. Это большая гордость, чтобы в нашем университете был и есть, и будет создать Дмитрием Евгеньевичем. Действительно, это человек, ну, во-первых, человек удивительный свет. Человек, у которого, по-моему, не было и не могло быть никаких врагов. Это человек ко всем очень открытый. В первую очередь, личный контакт с Российско-Армянским университетом, он, конечно, произошел благодаря Дмитрию Евгеньевичу. И мы сейчас пытаемся, я надеюсь, что все-таки у нас получится организовать такую совместную работу Института экономики РАУ. И, конечно, вот основы, они заложены Дмитрием Евгеньевичем. Ну, потрясающий человек, что говорить, и на котором, в общем-то, здесь делось очень многое. Но самое главное, что, на мой взгляд, вот та основа, которая была им заложена, она дает дальнейшие плоды. И это вот самое главное, что человек не просто остается в нашей памяти, остаются его дела, остаются его творения. Вот там привезли книги, его труды будут читать. У него действительно очень интересное научное наследие. Он, во-первых, был очень таким активным сторонником применения политэкономических подходов и всегда на этом настаивал. А для Института экономики это, в общем-то, одно из очень важных направлений еще с советского времени. Безусловно, он был человек с такой очень яркой, очень выраженной гражданской позицией. Он всегда, его выступления, они не ограничивались какими-то узкоэкономическими вопросами. Он всегда смотрел на вещи гораздо шире. И я благодарю вас, что вы открыли здесь аудиторию, помните Дмитрия Евгеньевича. Большое вам спасибо. Ну и, конечно, мы совместно будем помнить Дмитрия Евгеньевича и продолжать развивать его идеи. Спасибо. Такие мероприятия все-таки лучше проводить не как речь воспоминаний, а как научное мероприятие, которое позволяет нам просто понять, что профессора живут гораздо дольше, чем их физическая жизнь. И эта вот аудитория, и та конференция, которая сейчас будет, это вот как раз ровно по этому поводу. Как известно, экономическая наука относится к числу противоестественных. У нас есть естественные науки, а мы наука противоестественная. Ну так получилось. Соответственно, отношение к экономической науке, ну, такое же, да, примерно. Это мы знаем по-разному, так сказать, нашим контактам с коллегами, которые все-таки занимаются чем-то более высоким, чем мы. Но так или иначе, и внутри нашей науки все делится на так же напротивоестественные и неестественные проблемы. И в этой связи, конечно, некоторый конфликт между политэкономами и людьми, которые занимаются другими направлениями научных исследований, в том числе, как я вот, например, прогнозированием, да, использованием, там, экономикам от методов, оно присутствует. И неудовольство друг другу, оно есть. Ну, зачем это скрывать? Есть. Поэтому те случаи, когда политэкономы и экономисты других профилей успешно сотрудничают, являются уникальными. И вот работа Змитрия Евгеньевича как раз из этой области. У него была вот эта вот идея создания учебника национальной экономики. Потому что между теми процессами, фундаментальными, которые есть в разных экономиках, большая разница. И ее нужно понимать, нужно знать, как ее поймать, да, как ее потом использовать для того, чтобы экономическая политика и жизнь, в общем, наша была бы лучше. И вот эта его идея, она мне до сих пор очень нравится. Я надеюсь, что когда-нибудь мы ее сможем заплатить. Но, к сожалению, уже есть Дмитрий Евгеньевич. Ну и, наконец, я очень благодарен, что он меня познакомил с армянскими коллегами. Я могу сейчас сказать одну вещь. Ну, это, безусловно, комплимент. Но надо его воспринимать как очень серьезный комплимент. Он состоит в том, что, ну, у нас традиционно мы привыкли считать, что в Армении математическая школа исторически сильная. Но если говорить про вот макроэкономический анализ финанса, то, что я вот слышал на этих семинарах, позволить вам говорить, что здесь действительно один из сильнейших центров научной мысли на постсоветском пространстве. И ровно поэтому мне хочется как можно дольше, чтобы наши контакты развивались. Ну и 40 семинаров. И на все начало это Дмитрий Евгеньевич. Кажется, я благодарю. Дело в том, что я занимаюсь вещами счетными. Финансы, деньги, да, денежные массы, потоки, вот, что я считаю. А он, когда выступал на защите, он объяснил, почему диссертация теоретическая. То, что мы открыли у себя в институте несколько серий теоретических семинаров, сильно помогло понять то, что происходит сейчас. Забыл о некие рамки. Позволил построить сценарий, который реализуется прямо на глазах и будут реализовываться. Я сегодня вам расскажу об этом. И вообще есть отдельный проект по новому финансам, о том, что у нас будет вместо денег, как это придет на сетевые связи. Может быть, на каком-нибудь еще семинаре расскажем. Но помогом это как раз вырастает из того, что мы увидели в наших расчетах и сценариях. Поэтому вот такие длинные прогнозы, такой визионерство в каком-то смысле, это очень важно. И кроме этого, конечно, огромный нетворкинг, то есть построение связей. Вот так начинал каждый раз свое приветствие Дмитрий Евгеньевич, когда приезжал в Армению. Если приезжал в любую другую страну, он приветствовал на их языке. Это было очень приятно всем, и ему в первую очередь. Характеризовало его как очень человечного такого, необыкновенной широкой души человека. Всю жизнь, мы почти вместе были 24 года, он говорил об этом так, что «Иванушки в сказках приданное обещали полцарства». Назик мне приданное два государства, Грузию и Армению. И гордился этим чрезмерно, но очень признательный, Петросян Елене Борисовне, вам, Армен Дразникович, вам, Эдуард Матинович, всем, кто принимал участие, чтобы эта конференция была организована, и открытие аудитории. Потому что в наше время, когда в мире сейчас очень так сложно, а вам это все удалось, ну, это подвиг. Он считал себя своим, и гостем он не считал себя. Конечно, для меня это было, я даже иногда ему говорила, «Дим, иногда мне кажется, ты больше армянин, чем я». Ну, вот так вот, душой он был такой. Было такое. Да, да, и как он переживал за все события, которые происходили. Утром рано включает новости, что-то там спешит, «Назик, Назик, спокойно». Ну, вот все переживания, все эмоции, это были все от души. Еще раз огромное спасибо, и я думаю, что он сегодня с нами, конечно. Конечно. И здесь, и сейчас я сидела, даже чувствовала, что он здесь. Поэтому я желаю этой аудитории много защит, интересных лекций, и чтобы студенты каким-то образом понимали, осознавали в аудитории, какой они находятся. В конце мероприятия Назя Сорокина подарила Российско-Армянскому университету сборник стихов Дмитрия Сорокина. Это стихи, которые он писал с 15 лет, а потом уже писал, пока лирически, все о любви. Влюблялся он, мне кажется, я однажды его спросила, «Дим, а как ты умудрялся в 63-м году влюбиться сразу в троих?» А ты ревновала даже так? Да, да, да. Нет, мне было непонятно. Да, в апреле 63-го и, так, Татьяне, Марине, еще как-то. Ну да, пошло. Я честно все сохранила, кому, чего, как. И даже я написала эти слова в этой книге, подумали, да, нет, это так банально, Назя, в вашей ситуации это не подойдет. Он говорит, давай посидим, поговорим. И, оказывается, он записывал, и получилось так, что здесь в конце мое интервью. А, да, я понял. Вот эту книгу оставляю в аудитории для всех, кто желает. Да, спасибо. Известно, что в настоящее время и в наши дни, за последние, ну, скажем, три года произошло очень много таких значимых, негативных событий. Началось все с пандемии, ковид. Известно, насколько глубоко и настолько негативно, значит, пандемия отразилась на наших экономиках, наших странах. В Армении еще и столкнулась с чудовищными событиями известной войны вокруг карабахских проблем. Мы потеряли очень много ресурсов, жизней, и для того, чтобы все это восстановить, казалось бы, нужны уже совершенно другие, новые подходы и новая методология. Это все сопровождается, значит, применяемыми очень, очень значимыми санкциями со стороны, как сейчас принято называть, коллективного Запада. Мы знаем, что экономика Армении, она по многим факторам, по самым ключевым, значит, факторам привязана и связана к экономике в России. Естественно, это все не могло не отразиться на сложившейся ситуации и не отразиться также на потенциальных возможностях не только экономического, и геополитического, и всего прочего. И условия, которые складываются в глобальной экономике, в мировой экономике, и все, что происходит у нас с вами сегодня на глазах, это все привносит не только там что-то новое, это привносит уже кардинальное новое, качественное новое. Мы сегодня уже применяем новый термин, новая ненормальность, потому что то, что сегодня происходит в мире, это реально, это новая ненормальность. Это все очень сильно меняет, значит, настоящий мир и создает совершенно другие условия, в которых функционировать по прежним механизмам, функционировать в рамках прежних институтов экономического регулирования, уже, собственно говоря, невозможно и опасно. Именно поэтому здесь нужен коллективный разум. Отдельно взятые, значит, экономисты и ученые, конечно, имеют, многие имеют свои взгляды, свои подходы, свои рекомендации, но нам сейчас нужно привлечь лучшие силы и вовлечься самим в новые исследования для выработки, разработки новых механизмов по причине, да, вышеназванных проблем мы поставили перед собой задачу организовать вот этот научный форум. Я должен сказать, что мы гордимся тем, что получилось в результате, потому что, ну, это еще нельзя называть результатом, да, результат, я имею в виду, в рамках уже проведенной конференции, но и теми планами и программами, которые мы выработали совместно и определились с точки зрения дальнейших наших действий. Для университета, лучшего университета Армении по всем показателям, большая честь быть площадкой для обсуждения вызовов и перспектив, которые стоят перед экономиками России и Армении в наше очень непростое время. Я считаю, что в присутствии наших многоуважаемых коллег есть также и признание наших заслуг в области экономической науки. Мне это очень приятно осознавать, потому что РАУ действительно сегодня стал святоточием академической и экономической науки в стране. Мы это делаем с большой любовью. И студенчество экономического направления, направления менеджмента, направления финансовой экономики одно из самых активных в нашем университете. Поэтому особый аплодисмент и нашим студентам. Приветствую всех и желаю нам доброго хода конференции. Все остальное будет сказано, я думаю, во время уже официальных докладов на конференции. Я хочу поздравить Российский университет с этой конференции. Это действительно действительно важная свердневная тема и, как всегда, РАУ на каждом случае демонстрирует чувство времени и чувство товарищества, научного товарищества. Тема, которая поставлена сюда и так же для себя и обменяет свою новую реальность, ее перспективы, является сегодня наиболее острой. По сути, конференция, которую задумали наши коллеги, и Российского университета, эта конференция формирует будущие экономические дискуссии. Собственно, это одна из первых конференций, если не вообще первая, на эту тему, ну, и георгетические реалии, а вот экономические реалии. И, конечно, спрос, востребенность ее очень-очень высока. Сейчас будут востребованы решения, которые опираются на серьезную экономическую теорию, на овощу прошлого, но никак его не повторяют. Потому что овощу прошлого, он важен, интересен для изучения, но никогда не трансферен полностью. Это очень важно, потому что новое обстоятельство, всегда новое обстоятельство. В общем, я желаю нам всем, в части конференции вообще нам всем, успехов, ответственности и множества. Ну, надо сказать, что очень многое зависит, а следовательно, нужна кондитивная работа, твердость и множество в своих рекомендациях. Спасибо большое, что позвали. Успехов! С докладами уже достаточно подробными, интересными докладами выступили, ну, я бы не побоюсь этого слова, легендарный и всеми нами любимый Аузан Александр Александрович, профессор, декан экономического факультета Московского государственного университета. выступил наш партнер, наш друг, как я уже выше перечислял, Широв Александр Александрович, доктор наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук, директор Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук, также директор Института экономики Российской Академии Наук, доктор, профессор, член-корреспондент, опять же, Российской Академии Наук, Головнин, значит, Михаил Юрьевич, выступил заместитель директора Института народно-хозяйственного прогнозирования, Иван Моисеев Антон Кириллович, тоже известный профессор, доктор наук, один из профессиональных, наиболее ведущих представителей той части Российской экономической науки, которую принято, условно, называть экономико-математическая школа, школа моделирования. Выступили также заведующие кафедрой Абрамова Марина Геннадьевна, представитель, уважаемый тоже наш партнер, член нашего диссовета, представитель финансового университета при правительстве Российской Федерации. И очень интересные были доклады, сделанные со стороны профессора Багратиана Гранта Аратовича, бывшего премьера-министра Республики Армения, профессора нашего университета, экономического консультанта Института экономики и бизнеса. Выступила зав. кафедры экономической теории Ирина Борисовна Петросян, Иргазырян Армен Бениаминович, наш уважаемый ведущий, преподаватель нашего Института экономики и бизнеса, бывший министр экономики Армении. Это один из тех людей, который начинал экономические реформы в Армении, человек очень опытный, которому удалось накопить богатейший опыт и навыки в области институционального развития, создания новых институциональных решений. Выступил очень приятно, был сюрприз, представитель Министерства финансов в Армении, Гарик Петросян, доцент тоже нашей кафедры экономической теории, с очень интересным докладом, представившим результаты конкретных исследований, сделанных совместно с нашей кафедрой. А также были гости. Был гость очень такой интересный человек, он известен и в московских научных кругах, и в Армении в том числе, но он еще и интересен тем, что он является автором многочисленных бестселлеров, автором сценариев и многочисленных фильмов, художественных и сериалов. Это так называемый псевдоним Маркарен, Карен Ванникович Маркарен, который выступил с очень интересными идеями относительно реформирования систем, налоговой системы и реализации новых подходов, связанных с базовым, безусловным базовым доходом, ну и так далее. Вот все поделились результатами своих последних исследований, материалы, достаточно богатые, интересные. Мы это все, конечно, обобщим, опубликуем и видеоматериалы, и, значит, опубликуем также и отдельным сборником материалов нашей конференции. Я просто хочу поблагодарить всех наших участников, еще раз отметить высокий, высочайший уровень научных докладов, которые здесь прозвучали, отметить наше прекрасное взаимодействие с Институтом экономики, Институтом народно-хозяйственного прогнозирования Назийской академии наук, поблагодарить Азийскую академию госслужбы и народного хозяйства за участие, за поддержку профессора Аузана, декана экономического факультета МГУ. То есть мы действительно сегодня имели возможность послушать весь цвет российской экономической науки. И я думаю, что армянские ветераны тоже не подкачали, но у нас еще была молодежь, тоже, мне кажется, совершенно достойно выступила. Поэтому я очень рад этому нашему событию, успеху конференции, очень надеюсь, что мы опубликуем наши доклады, и, соответственно, они будут пользоваться, ну, то есть они получат дальше уже распространение по всему русскоязычному пространству. Я думаю, что многие мысли, которые были здесь высказаны, обязательно найдут свое применение в плоскости практической политики. Спасибо вам большое за участие. Спасибо. Я должен сказать, что в целом необходимо отметить первое, то, что действительно, может быть, я повторюсь, мы сегодня находимся в такой критической точке, когда дальше продолжать так жить нельзя, потому что, ну, в частности, на примере Армении я скажу, что все механизмы, применяемые в области, ну, например, да, налогового регулирования экономики, налогово-бюджетного регулирования, в области регулирования институтов и деятельности структур, связанных с защитой экономической конкуренции, в области валютной политики и так далее, они не способствуют сегодня в условиях сложившихся реалий, с чего я, значит, начал, не способствуют тому, чтобы в Армении удалось бы достичь таких резких, значит, достижений, результатов в плане расширения наших экспортных возможностей, в плане углубления в тех отраслях и в тех сферах деятельности нашей экономики, где есть у нас сравнительные конкурентные преимущества. Вот мы знаем, вот сегодня происходит приток финансовых средств, неожиданных, связанных, опять же, с вышеназванными событиями, и мы сталкиваемся с тем, что происходит, ну, такое, в общем-то, нежелательное укрепление курса армянской национальной валюты, что, в свою очередь, приводит к сжиманию и сокращению наших экспортных возможностей и к ухудшению конкурентных, значит, преимуществ наших товаропроизводителей на внешних рынках, в частности, на рынке Российской Федерации. Мы чувствуем, что какие-то элементы налогового регулирования, какие-то элементы, значит, общей экономической политики, макроэкономической политики не способствуют тому, чтобы приток новых, значит, ресурсов, в том числе человеческих, значит, известно, что к нам прибыли тысячи, да, ну, точных цифр сейчас я не назову, но это несколько десятков тысяч высококвалифицированных специалистов в области IT-технологий, в области высоких технологий, креативных каких-то операций в области фрилансерства, в различных, значит, интересных сферах экономики. Это тот кадровый потенциал, который мы могли бы, во-первых, задержать и способствовать тому, чтобы они вовлеклись бы надолго, если не навсегда, в нашу экономику, а для этого нужны новые оригинальные решения, которые должны стать приманкой, потому что Армения сегодня как-то так получилось, и нет хода без добра, да, нам повезло в силу ряда объективных причин, в том числе в силу того, что по некоторым институтам экономического регулирования у нас давно сложились более предпочтительные условия, чем в некоторых других постсоветских странах. Мы конкурируем с этой точки зрения с Грузией, конкурируем с Казахстаном, продолжаем конкурировать с Эстонией, которая является известным финансовым хабом, в том числе не только для российской экономики, но и для многих других. Нельзя забывать Израиль, и в конце-то концов многие государства, в том числе постсоветские, сейчас стараются предъявить, собственно говоря, свои преимущества для того, чтобы привлечь новый капитал, новый бизнес, тот же самый Узбекистан, например, как ни странно, они очень быстро за последний год-два проводят различные реформы, и это все то новое, это новая среда, это новые реалии, с которыми нужно считаться, и в условиях новой ненормальности, о чем я выше говорил, создать новые эффективные институты, которые нам дадут шанс функционировать в условиях новой нормальности. Поэтому я должен сказать, что это было очень богатое идеями и решениями мероприятия, но, как обычно бывает в таких случаях, большая работа начинается не до, на стадии подготовки и проведения таких формов, а после, потому что есть договоренности, есть уже задел, есть наработки, есть обмен мнениями, это очень важно воочию послушать друг друга, особенно в постпандемических условиях, потому что люди в некотором смысле отвыкли от реальных физических контактов, международных конференций, когда можно пощупать друг друга, почувствовать, посмотреть в глаза. Зум, это очень хорошо, значит, эти все онлайн-технологии, конечно, они во многом нам помогли, это тоже новая культура, она будет нам способствовать дальнейшему, да, углублению нашего сотрудничества на расстоянии и минимизации транзакционных издержек на протяжении, уже в период этой деятельности, но все-таки контакты реальные, физические, они гораздо важнее, интереснее и нужнее.